Здравствуйте, друзья! Сегодня мы вам расскажем о военном таланте Эсена как полководца. Статья посвящена Тайше Эсену из айратского племени Чорос, одному из крупных политических деятелей Центральной Азии XV века. Автор приходит к выводу, что крупновоставное вторжение в пределе Минской империи в 1449 году было тщательно продуманным планом с использованием методов шпионажа и тактикой, основанной на триадной структуре войска. Поражение в этой кампании было обусловлено нарушением общего руководства военной организации армии кочевников и неподчинения двух крыльев армейскому центру. К моменту политического и военного противостояния самой могущественной империи Дальневосточного региона Эсен уже имел значительный военный опыт. В 1420-х годах Эсен успела реализовать три военных кампании против Восточного Магалистана под своим командованием, которые закончились вполне результативно. Благодаря успехам этих операций территория политического влияния эратов, простиралась на Западе до Бешбалыка. В годы правления Вейс-хана 1418-1429 годов в Магалистане эраты вели непрерывную вооруженную борьбу против него. Известный востоковед Василий Барольтольд, делая ссылку на тюркский источник Тарихирашиди, утверждает, что на берегах реки Или Вейс-хан много раз рвался с военачальником Эсен Тайджи сыном главного айратского предводителя того времени Тагона. Вейс дал калмыкам 61 битву, из которых только в одной одержал победу. Два раза он был взят в плен калмыками и против своего желания должен был выдать за Эсен Тайджи свою сестру. Немного позже, в 30-х годах 15 века, Эсен сопровождал и активно помогал своему отцу Тагону при ликвидации давнего соперника айратов, восточно-монгольского тайши Аруктая из рода Асуд. Главным тактическим приемом ведения боевых действий с противником у кочевников традиционно было использование принципов облавной охоты. Ее суть сводилась к охвату территории, окружению и преследованию врага в определенном направлении, то есть к уже подготовленной ловушке, где отряды неприятеля можно было ликвидировать либо принудить к сдаче в плен. При проведении такой тактики обязательно соблюдались незыблемые принципы военной организации, заимствованные из опыта облавной охоты на диких животных. Триадная структура войска. Правое крыло, центр, левое крыло. Иерархический принцип деления воинских единиц. Наличие общего руководства боевыми действиями. Талант же Эсена заключался в правильном использовании имевшихся к тому времени в его распоряжении специализированных военных подразделений. Как известно, в 30-е годы XV века происходило присоединение к аэратам хоршвутов и тургутов. Эсен приспособил военную структуру подразделения хоршвутов и тургутов к сохранившейся у аэратов того времени племенной структуре. Эсен, как полководец, находился в центре триадной структуры войска. Центр же имел свою структуру и включал в себя арьергардный и авангард для всего войска в воинские порядки. Так иначе построение типа клина или морды – хошун. На взгляд автора, ввиду рационального использования влившейся в состав аэратов новых людских ресурсов, можно теоретично объяснить военные успехи Сена в противостоянии с соседними кочевыми восточно-монгольскими племенами, находившиеся под руководством Аруктая, и полукочевыми народами племена, входившие в состав Восточного Моголистана. Конечно, без подтверждения письменных источников данный вывод не может быть категоричен, однако они и не опровергают наше мнение по этому поводу. Успешно завершив военные действия со своими кочевыми соседями, Эсен сформировал свое внимание на оседлоземледельческой империи Мин. Здесь следует отметить, что по своей военной мощи центрально-азиатские кочевые соперники Эсена не имели в наличии таких огромных военных и людских ресурсов, какими обладала Дальневосточная империя Мин. Китайские войска уже к тому времени при защите от осады городов активно использовали порох, хотя и рады и могли познакомиться с действием ручного огнестрельного оружия и артиллерии еще в XV веке, однако в этот период не особенно надежное огнестрельное оружие не производило должного впечатления на центрально-азиатских полководствах. Поэтому использование пороха или наличие огнестрельного оружия у эратов при ведении боевых действий XV века представляется маловероятным. Это, в свою очередь, в условиях осады снижало боевую эффективность военного снаряжения кочевников по сравнению с китайскими солдатами. Несмотря на констатацию военного преимущества империи Мин, все же не следует абсолютизировать ее потенциал. Военное ведомство империи Мин к середине XV века имело множество пороков. Причиной некомпетентности данного ведомства являлось то, что в высшей структуре власти, посредником между императором и государственным аппаратом и огромным влиянием пользовался наставник императора главный емнух ведомства ритуалов Ван Джейн. Наиболее компетентные военные чиновники били при нем смещены, охранные войска вдоль границ были в запущенном состоянии, а солдаты, несущие службу на северо-западной границе империи, находились в бедственном положении, близком к рабству. Оборонительные возможности Китайской империи были ограничены из-за всеобщей коррупции, результатом чего явилась постоянная боязнь минских пограничников вступать в сражения с неприятелем. Несмотря на сложность обстановки, используя как плюсы, так и минусы военного потенциала противоборствующих сторон, СН решил вести войну на территории Минской империи, хотя при столкновении с обществом оседлоземледельческого типа кочевники обычно избегали вступать во фронтальное сражение с более многочисленным и хорошо вооруженным войском. Несомненно, эта кампания не являлась спонтанным решением полководца, а была тщательно продуманной операцией с определенной стратегией. Задолго до начала крупной военной кампании против Китая, сначала Тагоном, а затем и СН тщательно изучали могучего противника и засылали своих разведчиков и шпионов. Изначально Тагоном, отцом СН предпринимались действия подобного характера. Минши сообщает, что Тагон угрозами и соблазнами переманил к себе все даянские караулы. Для того, чтобы следить за тем, что происходит за заставами, не исключено, что и СН к тому времени также принимал прямое участие в координации действий реализации данного запаха. Даянь – это округ, состоящий из монгольского населения, подконтрольный Минскому Китаю. Нанесение этого округа лежало функцией охраны северных рубежей Китая. Помимо данного типа шпионажа, также велась разведка через так называемые данические миссии, которые ежегодно отправлялись в Пекин и ввели торговый обмен товаров, кочевого животноводства на необходимые изделия, изготовляемые оседлоземледельческим обществом на территории Китая. Часто в состав этих посольств входили мусульманские купцы. Но самым важным шпионом и полезным советником СН после Тумусской катастрофы 1449 года и пленения императора стал Евнух Си Нин, который по происхождению являлся восточным монголом. При такой сложной расстановке противоборствующих сил летом 1449 года началось масштабное вторжение аэродмонгольских войск в Китай. Аэрод-Китайскую войну можно разделить на три этапа. От седьмого месяца 2014 года правление Джентуна до восьмого месяца этого же года, включая сражение при Тумы, разгром Минской армии и пленение императора Жу Ци Чжэня. Второй этап продолжался с восьмого месяца 2014 года до двенадцатого месяца девиза правления Джентуна . Этот этап характеризуется так называемым сопровождением императора, грабежом городов, осадой столицей и неудачным исходом на север. Третий этап с весны года вступление под девизом правления Цзинтай до лета характеризуется новой попыткой похода на юг, проигрышем и отправкой послов с предложением о мире. В июле 1449 года началось вторжение эрот монгольских армий по трем дорогам. Эсен, возглавляя центр армии, направился в город Датун. Восточно-монгольский хан Тахтабуха, возглавив левое крыло вместе с монголами-орианхайцами, атаковал Ляудун. А Джу Юнь Алак во главе правого крыла ограбил Суань-фу, осадил Ичен и, кроме того, отправил отдаленный каверлийский отряд разграбить Гуаньчжоу. Эсену не пришлось долго осаждать Датун, поскольку минские военачальники и ответственные за данную территорию чиновники под командованием военного министра Евнуха Го Цзина решили дать генеральное сражение айратскому полководству. Битва за Датун произошла в местности Янхэ. Ввиду того, что действиями китайских военачальников руководил малосведущий Ванчжэнь, Го Цзин и другие Евнухи, в китайских войсках не было дисциплины. Естественно, при таких обстоятельствах китайский гарнизон потерпел поражение. Все генералы противника были схвачены Эсеном. Тем временем, 16 июля император Чжу Цзин и Евнух Ванчжэнь, возглавив 500-тысячную столичную армию, вышли из Пекина навстречу эратмонгольским войскам в сторону Датуна. К их несчастью, в течение нескольких дней подряд шел сильный дождь и дул ветер. Как повествует династийная хроника, армия находилась в состоянии боязни ночью. Люди дрожали от страха. Го Цзин тайно предложил Джену повернуть войска назад. Несмотря на это, в начале августа император все же достиг Датуна. Но разыгралась большая буря. В это время Джиу Аня Лак вторгся Ми-Ин-Бао в север Хэбэе, северо-запад Чжэна, а Шо Бэй Янхун сбежал. Шо Бэй — это военачальник в составе войск особой местности исключительно в защитных гарнизонах. Айратские войска прошли через проход Ду Ши Коу. Хэбэй с северо-востока Бэй Ичэн разгромили город Юн Нинчэн. И в этот момент в китайском лагере решили отступать. 3 августа Минская армия рассредоточилась на востоке. Датунский помощник военачальника Го Дэн через Цао Лина посоветовал императору отступать к столице через проход Дзиньгуань в современных Хэбэй. При Вань Чжэн предложил императору свернуть с пути и посетить его малую родину. А это еще более поспособствовало вхождению минской армии вглубь Вэй Джоу. После того, как армия прошла 14 ли, Вань Чжэн испугался, что солдаты лошади истопчат землю его территории. Он внезапно переменил свое решение и двинул армию на восток. 10 августа император прибыл в Сюань Фу. Айратом Агонский, войска, атаковали армию с тыла. Хунь Шунь Хоу – один из княжеских титулов, и Кэ Чжун доблестно сопротивлялся врагу, но потерпел поражение и умер. Чэн Го Гун – княжеский титул, означающий «основатель государства», Джу Юн и Юн Шунь Бао – княжеский титул, означающий «вечный и покорный». Сэ Шоу с 40-тысячным войском продолжали движение и прибыл в местность Яорлин, где они попали в засаду и были полностью разбиты. 13 августа минский правитель Джу Цжэнь отступил из Сюань Фу к местности Туму, которая находилась от города Уай Лай всего в 20 лей. Минский император тогда оставался на горе Лань Шань у Тумусской крепости, а армейский лагерь был разбит около крепости Туму. Крепость Туму является важной почтовой станцией, которая стояла между проходом Джуань Гуань и Сюань Фу. Она располагалась на западном склоне горы Лан Шань. В это время с северо-запада со стороны Яорлина китайская армия подверглась нападению войска под командованием Эсена. С северо-востока со стороны города Ичэна и на территории Юн Нина атаковали минскую армию войска Джуань Ная Алага. Кинские войска попали в очень тяжелое положение, а осматривая данную тактику, хочется отметить, что в ней применен один из популярных военно-тактических приемов центральноазиатских кочевников, именуемый принципом двойного удара крыльев. Этот тактический прием был исключительно широко распространен у кочевников Центральной Азии и активно применялся ими даже в XVIII веке. На следующий день, 14 августа 1949 года, на рассвете айратские войска достигли крепости Туму и окружили горлу Ланшань. В официальной династийной истории Миньши сказано, Туму находится на возвышенности, стали копать колодцы, были глубиной в два джана, но воды не находили. Все дороги, на которых имелись источники, были захвачены врагом. Люди испытывали жажду и на следующий день враг обнаружил, что императорская армия стоит и не двигается, и притворно отступил. Тогда Ваньчжэнь приказал перевести лагерь к югу. Минские войска находились без воды два дня. Как люди, так и скот испытывали жажду. Армия очень утомилась. Айратская же армия увеличивалась. 15 августа айратские войска притворно дали понять, что отступают, и послали гонца с предложением о мире. Минский Джуцзжэнь приказал Сьюэйши, титул имеющий значение ученый Цао Лину, побыстрее дать ответ и послал двух людей вместе с послом СН в лагерь айратов с целью заключения мира. Ваньчжэнь приказал переместить военный лагерь поближе к воде. Положение в войсках было плачевным, царил беспорядок, и все двинулись на юг. Когда они прошли 3-4 ли, айратские всадники внезапно атаковали со всех четырех сторон. Ваньчжэнь же приказал переместить военный лагерь поближе к воде. Положение в войсках было плачевным, царил беспорядок, и все двинулись на юг. Когда они прошли 3-4 ли, аэродские всадники внезапно атаковали их со всех сторон, с яростью рубя минскую армию и громко восклицали «Не убьем тех, кто сдается». В результате китайская армия потерпела фиаско. Минский Инзун, так иначе император Джу Цзэнь, во главе своей гвардии собирался прорвать окружение, но успеха не имел. Ему даже пришлось слезть с лошади и сидеть на земле, скрестив ноги. Его сопровождал только евнух Цзэнин. Император был захвачен в плен, и Эсэн, когда узнал о прибытии императорского экипажа, был очень изумлен и даже не поверил этому, но когда они свиделись, Эсэн очень вежливо общался с ним. В истории это событие было названо «битвой при Туму» или «Тумуской катастрофой». Таким образом, удачный для Эсэна исход первого этапа аэродско-китайской войны был застигнут не только благодаря его воинскому таланту, но и благоприятным для аэродской стороны природным явлением, таким как буря, дождь и т.д. К тому же Эсэну благоприятствовало наличие некомпетентных и бездарных деятелей в главном штабе противника, поскольку всеми военными операциями руководили малосведующие в военном деле евнухи Го Цзэнь и Ванчжэнь. После пленения китайского императора начался второй этап войны. Эсэн устроил совет со своими приближенными относительно судьбы своего царственного пленника. После жарких споров было решено отставить пленного императора у младшего брата Эсэн Баяна – Тимура. Здесь Эсэн совершил политический просчет. Именно на втором этапе войны Эсэн полагал, что пленный император может быть козырной картой будущих мирных переговоров. Поэтому он прекратил военные действия и не сумел до конца использовать благоприятную для себя ситуацию, чтобы навязать китайской стороне выгодные для ирата-монгольского государства условия мирного договора. Он упустил время, ведь он мог после победы притому занять китайскую столицу и установить свою власть на значительной территории Северного Китая. Вместо этого он напрасно прождал прибытия посольства из китайской столицы для заключения мира. Однако это был просчет политического характера. В военном же плане его талант полководца остается неоспоримым. На этом пока все. Подписывайтесь на наш канал и конечно же делитесь нашим видео. Всего доброго, сянь мэн дебятн. Дорогие друзья, в год благодарности его святейшеству Далай-Лама в 14-м, приуроченной к 85-летию его рождения, в рамках реализации проекта Центрального Курула Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакимуни», сокровищница духовного наследия калмыцкого народа, издан альбом Далай-Лама Калмыкии от трех его визитов в нашу республику. Продажа данного издания производится в Калмыкии в Центральном Куруле. Средства от реализации альбома будут направлены на издание сутры Алтнгерл «Калмыцкий и русский переводы».